24 июня 2016 года, вот утром мы перезавтраком обычно работаем, вот, все бегом, побежали, тихо, Андрей, ну че ты, Сюша, бегом. Замолицы святых отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь, отче наш ежеси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твое, яку на небесе и на земли, хлеб наш насущен дашь нам днес, и остави нам долги наши, яка же, и мы оставляем ложняком нашим, и не веди нас на искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое царство, сила и слава вовеки, аминь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови за молитвы при чистоке Матери и всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь, боже милость сегодня негрешному, создавный Господи, помилуй меня, без числа я согрешил, Господи, прости негрешному, помилуй. Работали все при мне. Вот это с длинным хвостиком, такая, немножко синенькая, это Тресогузка, называется Синочка, мы не знаем, где у них гнездо, только когда она наберет в рот каких-то там букашек, и изо рта свисает. Вон там гнездо, вон там, я вижу, что она туда залетает. Так, подожди, куда она, вон она, вон она, вон она, там у нее гнездо, вон она вторая, вот теперь мы обнаружили, где, вот она, погоди сюда, вроде, 5 дней назад обнаружили. Вот она, где, вот они вылетели. Два года назад я обнаружил. Это то, что надо. Ей нужно такое гнездо, не как скворечник, чтобы она могла разворачиваться, у нее хвостик длинный. Туда мы смотреть не можем, в рот закрывайте все время, никогда рот открытый не держите. Значит, какие замечания, невнимательность. Прихожу, фуражки нету, у Степы нет фуражки. А выйти без головного убора за станк загорожен нельзя, один горящий. Я вас жизни учу, русский народ. Бегает Нестор. Фуражки нету, где она была? Она лежала на вот этой... Вот она и хорошо лежала, где под скамейкой лежала, на улице. Нет, на скамейке. Ну а ты почему ее оставил здесь? Потому что мы молились. Ну, так ты в одно место и клади ее. Я разрешаю, когда молятся, фуражки класть вот сюда вот, а рядом. Места хватит для моления. Договорились? Да. Класть только на аналой. Степа, Степа, пробудись. Твоя фуражка где была? Она? На кухне была, на кухне. На кухне была. Дело что, это твое дело. Ты можешь ее вешать на вершину дерево, но когда выходишь, должен быть у тебя. Ты о себе думай. А потом вырастается, говорит, такой, что сам не знаешь, зачем живу. Сейчас только разбирали. Дело Никиты. Это вчера милиция, полиция приезжала, разбирались. И там написала страницу одну или две, или три, там целая подшивка была. Тимошина мама, они бьются за него. Суд решил, я не знаю, как решил, но он с отцом. Мать-то что делает? Она думает, сейчас приедут, тут плохо. Ее заберут, Тимошку привезут, и ему на. Тимоша, вот он твой. Тимоша, сколько тебе лет? В девять. В девять лет. Говорит, сослужечки надо учить есть. Купаться, один не купается. На тележку идут, когда никогда не тянет. Он совершенно выбитый из общества. Чего бы он весь его такую дать-то из Москвы? Ну, одно дело, может быть, там, чтобы жена не достала. Но она еще сядет, да и приедет. Но она не возьмет его. Ей никто не даст. Но она наймет людей, киллеров. Ну, глупость это все. Есть детей, ворует. Не сворует. Мы охраняем их Богом. Он будет зафиксирован. Связан, отправлен в милицию. У нас были такие, связали, отпороли его. У него брюки все лопнуло. Клиновой ремень на комбайне-то. Мы его пороли, как бы, руки притянули к ногам, вот таким калачем его зацепки-то. И он лежал здоровый, крепкий очень мужик. Вот в этом месте мы его драли. На машину и милицию. А на следующий день он приехал, уже кто за него заступать-то будет. Да я не знаю, как я попал сюда, да я зачем, да то другое. Ноги больше ни разу не было. Калмогоров. Вон, искорченный. Ты не думаешь, что тебе все будет позволено делать в жизни? Пробудиться надо. Сейчас гляжу. В прошлом году делал некие-то козлики. Вот на таком расстоянии эти рожки. Ну, полено-то такое, как он будет пилить-то его? Вот такой вот. Ну, надо пополам. Пополам он делает. Но не смотрят, что створ надо положить-то по прямой. Ну, если три, вот так, один так, а другой так. Как тебе положишь-то? Брюно-то прямое. А он так и сделал. То есть не глянул даже. Оно разворочено в другое место. Положить нельзя, что? Оторвать и переделать. Я уж не говорю немецкое точно. Нам до немцев века еще надо идти. То есть, вот оно новое поколение. Они тут рядом ходят. Яму раскрыли. Твоя, наверное, вина была в этом. Почему ее не закрыли? А чем закрывается эта заворина за шнуров? Уже ни одной палки нет. Одна тамка лежит и все. Куда не делись? Сразу не сделал. Ты понимаешь, что это стоит? Со мной сидел преподаватель в камере второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Он и Туполя, и всех Гагарина, всех лично знал. Преподаватель в космонавтом, в космическом городе, какой называют там. Ну и что? Кто-то из техников там что-то прикручивает. Ну, надо идти на обед. Он не прикрутил там какой-то шуруп, гайку, я не знаю, у самолета. Садится курсант, отличный, говорит. Только разогнался, самолет поднялся, крыло-то и отвалилось. Ясно, что он разбился. Гайка одна. Человеку жизнь стоила, он не жил. А почему? Вот такой вырос. Вот такой он, 23 года, и в 33 он такой будет. Ответственности нет. В Греции была ответственность. Врач делает операцию глаза. Ну, не так сделал, глаз вытек, смертная казнь. В Библии написано, око за око. А там так было, сразу казнили его. И поэтому во врачи, кто попал, он не лез. Он знал, это глаз. Меня одна советует, капли такие, закапывать надо в ухо. Будет лучшая грязь, эта кислота. Ну, у тебя же два уха, другое-то останется. Рассуждение русского человека. Ну, один глаз вытек, да у тебя же два. Почку одного отняли, да у тебя же две. Ну, рост-то один, и выходить куда один. Поэтому мы и болеем. Я вам еще раз скажу. Не о спасении даже, а как правильно жить. Ходите мимо ямы. Яма большая, глубокая, там метра три уже. Берем глину, ходят скоти и овечки. Загородили все, разгородили, а назад нет. И притом уже это уже, ну, прошло как дня два. Да. И это не сделали. Покажи на себя, как ты головой киваешь. Не пойдет. И поэтому это вчера, что приезжала полиция, здесь, она приехала с прокуратуры, я так понял. И под охраной милиционера, шофер это четвертый, и четверо там было. А они нам никакого зла не принесли. Я понял, что эти люди приехали не зло делать. Ну-ка, стань прямо. Стань. Не дергай ногами, рядом. Не знаю кто, Софья или Маша тут. Они нам зла не сделали. Они все засчитали, все сами снимали. Можно не снимать, все снимайте. Но мы их сняли. Через неделю ролик будет стоять. Будет называться полиция. Мама Тимоши подала в полицию. Больше ничего не будет. А там человек сам увидит. Все заснято. Ходили. Тимоша, ты должен поехать другим. С мамой разговаривай ласково. По-хорошему и с папой. Но хозяин папа. Ребенка, над ребенком главное это отец. Он верующий. Мама твоя, я не знаю. Поэтому о ней я сказать ничего не могу. Она все абсолютно, что видела в роликах и все собрала. Делает гимнастику на траве. То есть это в обвинении. Ну а где делать? На воде? На воде никто не стоял еще. Мы не гальяны. Делает гимнастику на траве. Апахады какая? Вот эта трава. Она увидела траву. Это она все в обвинение как бы ставит. У нас так плохо. А у нее так хорошо. И сейчас полиция приедет. Тимошу в мешочек. И ей привезут. И скажут. Это твой сынок. Берите его. Ну еще там шоколадку подложат. Я не знаю историю. Не могу ничего сказать. Кто кого оставил. Но дело в том, что я сказал. Ей это. В этом вопросе ни грамма не поможет. Я получил от отца. Отцу я отдаю. Меня никто за это не осудит. Ребенка привез человек. Он и заберет его. Поэтому остальные все рассуждения должны входить в рамки. После Библии. Законы Конституции нашей. Мы ни одного закона не нарушили. Они сфотографировали. Она говорит. У них там распорядка нет. Фотографировали распорядок. На меня говорят. Он там. Кто главный. А потом пишет. А его и в лагере нет. Выходит. Что и начальника нет. Я есть или нет начальника? Да. Когда надо есть. Я за стол приду поесть. И разберусь. То есть обвинений там было много. Все будет засчитано. Вам интересно. Но. Я не усмотрел. В ее. Какие там доводы делала. Сделать нам зло. Я увидел. Что она хочет. Чтобы Тимоши здесь не было. Вот. А куда дальше-то? Дальше понятно. Что ей отдали бы. Но. Если решение суда было. Отцу. Опекунство-то отдать. Они доиграются. Ювенальная юстиция будет. Тимошку просто сдают в приют. Ни отца, ни матери не будет. Ювенальная юстиция. Во Франции уже 2,5 миллиона детей изъяли. И один раз в год родителям дадут встретиться. Под надзором полиции. Там 20 минут. Все. Ребенок не твой. Да играетесь. Почему я говорю. Мусульман не изымают. Попробуй тронь. Одного ребенка. 2 миллиарда поднимется. Почему у цыган не берут? Они палками чем угодно разгромят полицейский участок любой цыгане. У них не берут. А у христиан. А мы вот стоим. И у христиан не изъяли бы. Если бы мы детей воспитывали как должно. Ребенка забрали. Но отняли. Полиция. Он бы и там был проповедник. А мы не знали бы что сделать. Он бы там был свидетель Христов. Нас воспитывали. Евангелия не было. Мы знали есть Бог. И страшный суд. И огонь вечный. А могли вас из семьи взять и пионеры? Не могли. Это бесполезно. Но не давали бы есть. Не давали залезть бы на дерево. Жевал листья. Они еще не могли бы сделать. А почему? А делали. Они это делали. Делали, да ничего не получилось. А которые делали, никого живых уже нет. Так, не ломай сапоги, я сказал. Почему не стоят спокойно? Вчера была гроза, вы намокли. И кто-то сказал, пасти больше я никогда не пойду. Я зашел, спросил ребят. Все ответили, пойдем. Ну сейчас жаркая погода, вы чего ж ты не пойдешь. Такая гроза на поле захватила в первый раз. Кто говорил, что не пойдет больше по стиль? Соня с Машей. Ну, поднимите выше. Соня с Машей. Вот две. Пойдете. Если девочки пойдут, то и вы пойдете. Если вы не пойдете, то ни одна девочка не пойдет. Еще говорил. Значит, провести с ними работу. Профилактику. На поле хорошо. Мы вам пряников даем, чтобы вы ходили. Вы играете, больше ничего там нет. Что там, не пилить, ничего. Нет. Дальше. Из мальчиков кто говорил, что не пойдет пасти? Степа. 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 Степа, почему ты не пойдешь пасти? А пасти-то нет. Вы только ходите там. Пасет пастух. Одну назад. Кого вы пасете? Это вы гурьбой ходите и все. Палочки потеряли. Сегодня палочки покидали под ноги. Палочки ложить за баком, где вода есть. За баком и подальше там маленько, возле ограды. Поняли? Не под ногами бросать. Степа, ну-ка выйди сюда. Поясни, почему ты решила, что можно не ходить? Ну, потому что может сильный ливень пойти. Я не понимаю. Говорит, потому что может пойти сильный ливень. И он заболеет. Ну-ка, стань сюда. Объясни, переведи. Он сказал, что потому что может пойти сильный ливень, и он заболеет. А чего заболеет? От холода. От холода. А вот с неба падают метеориты. Зачем ты из дома вылез? Теорет может по башке шарахнуть. Ну, бывает клещенцы политные, у нас, правда, нет. И бывает, бросается собака, кусает. Ты из дома не выходи. Купите большую духовку, в нее залезь и изнутри закройся. Ты, наоборот, должен ничего не бояться. Сейчас пасут до обеда и после обеда. Я даже не слыхал такого. Мы весной выгоняли коров. Снег еще был кое-где. И загоняли, когда вся земля снегом покроется осенью. Ни одного выходного. Мы этого не знали. А дождь начнется. Мы одежу собирали под себя ее сухую. Дождь прошел, одели сухое. Степа, ты не прав. Так, перереши это решение. Если ты не пойдешь, ну, из-за того, а ну, ливень пойдет, молния ударит до меня по макушке. Ты можешь что угодно говорить. Можешь говорить. А вдруг и лев прибежит. Ленивый говорит, лев на площади. Лучше на постели спрячешься. А на постели змея подползает в Астралии. Ложится в постели, там змея лежит, кобра, укусила. Никде не спрячешься. Спасает Господь. 120-й псалон, запомнил. Вы уж и наезжает. Слушай, внимание. 120-й. Ни днем, ни ночью тебя Господь не покинет. Понял, нет? А если ты не пойдешь, никто больше не пойдет по сей. Работайте с ним. Становитесь. Даша, после завтрака какие планы? Ну, надо бы на огород идти. А что там на огороде? В какой огород? Этот, дополоть картошку, да, окушивать. И вот тут грядки у нас зарастают. Так. Поняли, куда идете? Придете, если рано, то надо бабе Наде помочь. Она сколько могла, помогала. Благодаря ей лагерь сохранялся много лет. Она много лет тут была, старшая сестра. Вы там работаете. Они так, вчера пошли, этот дергает траву, Тимоша побежал в комнату. Один. Все работают, Тимоши опять из комнаты бежит. Я не знаю, что... Ну, минута одна прошла, вытащи из оборот пальцы грязные. Опять Тимоша побежал. Зачем ты бегал? Ну-ка иди сюда. Когда все работали, что ты бегал? Я рукавицы искал. Искал. А когда сидели все там... Почему в это время не было рукавиц? Больше он без рукавиц, работай без рукавиц. Рукавицы не на работе ищут, а дома, когда на работу готовятся. Второй раз побежал. Все данного работают, а один побежал рукавицы искать. Ты лежал только, а теперь в туалет. Закрылся, стой, тогда не достанете меня. Это нехорошо. Все работают, и ты работаешь. Ты это понимать должен. Ты бегал, в это время тебе время не засчитывается. Пришел получать деньги, а тебе вот так показали. Это что такое? Фига. Фига, и ничего нет. А у тебя дома будет жена голодная, и ребятишки немытые. Ты хорошо должен работать. На работу выше, смотрите, спросите, что нужно вырвать, какую травинку. Так, лоточки. Так, Володя, вы куда идете? Туда? А что их куда отправлять-то? Ты с ребятишками остаешься. Накажи им, что делать там. Они знают всю работу. Все делают. Ребята, вы сразу уходите на южный. Там закончить надо. И дальше там деревья маленькие были. Внутри, где большое налившее дерево. На которое налившее. Все это спилить надо. Тихо. Пилу у нас, видите, здесь. Все пилы хорошие. Разверни. Садимся. Так, отсадите ее. А у Вики носок? А? У Вики, где тут плака, у нее носок. У меня не носок, у меня блажок. Разверни, Вик. У меня блажок. Так, подожди, плакать не надо. Покажи, что у тебя там. У меня блажок. А теперь я вас беру. У нее носок. Она просто выдастся. Ну, покажи, покажи ему, что она... Разверни, да, и все. Не беда, никакой беды нет. Разверни. Ну-ка, разверни, разверни. Ну, разверни вот так вот, чтобы видно было. Вот это носок. Носок положить надо, так сбегайте. Вот, ты сказал, сбегай с ней. Беги, бегом. Андрюша, за руку бегом, бегите. Бегом, Бегом, не лакать нет еще. Все за стол. Я не лезу. За стол, бегом, сбегайте. Сними с себя орешь, тебе легче бежать будет. А потом придешь, наденешь. Беды никакой нет. Так, иди садись, садись. Зачем ты дрогаешь? Вперед. Я не лезу. Это просто козик. У тебя платок-то грязный тоже. Я не лезу. Мы с ними сюда идем. Все, побежали. Бегом, бегом ты, а то не успеете. Так, столбу нигде не прислоняться. Будешь прислоняться, будешь привязан. Внимание. Господи Иисусе Христе, Средний Божий, помилуй нас. Аминь. Я через платочки вам память пришиваю. Чтоб ты хоть что-то помнил. Никита, тебе было сказано в прошлом году, а здесь делать уборку вечером делаешь? Нет. Нет. С сегодняшнего дня делай. Верни опять на прежнее. Никто не отменял. И вечером, ну сколько, я не знаю, перед ужином или как, проверяй мордушку, чтобы тесто было, оно ловит. У тебя будет в два раза больше. Все. Слава Богу. Слава Богу.